Оля! Назаровский Олег Александрович Процесс развития общества и социальный идеал Личность и общество Не ставь наш, пожалуйста, перед этим человеком неудобное состояние Он первый раз пришел Что он о нас подумает? Да, что он о нас подумает? Пожалуйста, где будешь стоять? Стоять? Присидеть Хочешь на кресло сесть? Хочешь, давай садись на кресло Оль, гостеприимная А почему это круто будет на кресло? На кресло Да пусть человек как хочет У нас сейчас в России такая ситуация переломная Когда мы отвергли православие сначала Потом революцию Перешли к марксизму От марксизма опять к капитализму Опять к православию Вернулись к православию То есть это такая какая-то через полосица прошло И мировоззрение русского народа перепуталось И я занимаюсь, я по профессии социальной теоретики Я занимаюсь конструированием общества в будущем Оно же состоит с первой ступени Предварительно, что мы сейчас разрабатываем Следующая ступень И следующая Ну три примерно ступени в будущем И самое важное, конечно Что нас ожидает в последующих 5-10 лет Куда мы пойдем Или будем опять то капитализм, то социализм На кого напираться Вот И я как социальный теоретик анализирую все источники Во-первых, у меня есть такая книжка Левашова Сказ о Ясном Соколе Котором он проанализировал русские сказки И там, грубо говоря, русские сказки Изложено настолько ярко и образно Все наше будущее и прошлое Что я опираюсь на русские сказки Это раз Ну и второе, конечно Опыт Ну у нас есть опыт православия И опыт марксистской философии Тоже, конечно, есть Вот И Нам, грубо говоря Предстоящая нам Для нас 5-10 лет Предстоит духовная трансформация Нашего общества Вот Но Как я понимаю Все Пророки Предсказатели Говорят, что В духовном плане, конечно Выше России Ничего не существует Только в России могут родиться Люди Не только пророки Ну и основатели новых социальных теорий Вот Вот Все Примерно Еще что-нибудь скажете? Еще что-нибудь хотите сказать? Что нас ждет? Ну да В ближайшие 5 лет Мы уже с этого начали Интриенты колоссальные Ну Конечно Самое главное Это социальный прогноз Мы Мы должны Опираться на свой Собственный Социальный прогноз Прогноз Который Ну, грубо говоря Самый Независимый Значит Ну как По моим наблюдениям Социальные процессы Которые Идут в нашем обществе Они Толкают нас на синтез Синтез православия Синтез православия Синтез социализма Вот И самая Главная И самая главная Составляющая этого Конечно Вот представьте себе Тысячу лет Наша Россия Как бы была Силой Была Силой Навязана нам Идеология православия Вот Идеология православия Это очень сложная вещь Ведь Как она возникла Был иудаизм И вдруг В иудаизме Родится Иисус Христос Иисус Христос В конфликте С еврейским С еврейским Синедрионом И Моисеем И еврейскими Пророками Он Сделал Ставку На 12 апостолов Из народа Ну Это вообще Кому не постижима Конфликт Иисуса Христа Синедрионом А он же сказал Что Вам неправильный дьявол И он сделал Ставку На 12 апостолов И Началось Развитие Христианства С 12 апостолов А потом Христианство Раскололось Католичество И православие Мы Приняли Православие А потом Оказалось В 95-м году Всплыли Славяно-арийские Реды Это Такое Прошлое Если христианство Это 7 тысяч лет Вот Славяно-арийские Реды Это всего Задумайтесь 950 тысяч Ред И оно было До христианства Вот И тогда Все это было Уничтожено Наработки У русского Народа И осталось Только оно В сказках И вот Анализ Сказок И новых Социальных Теорий Конечно Которые Я сказал Что Там И православие И идеи Социализма Маркса Да Никуда не денешься Все это Синтез И будут Разрабатываться Ну Я как Социальный Теоретик Разрабатываю Теорию Государства Которое нам Предстоит построить Через Пять лет Примерно Через пять лет Нужно Как вы оцениваете Сталинскую эпоху То есть Когда Призошла Индустриализация Потом Победа в войне Потом Восстановление Вот я Обеседовал С пожилыми Людьми Которые Были Молодыми Сталинскую эпоху Они говорили Что Они Никогда Не чувствовали Себя Так Безопасно Как Допустим В довоенное Было Заложено Много Храмов На урке Именно Сталинское Время То есть Как Вы В истории Человечества Оцените Вот этот Период Там же Были Атеисты Не было Преоритета Как я Оцениваю Советский Период Нет Именно Сталинскую Эпоху Сталинская Эпоха Поймите Что Сталинская Эпоха Сталинская Эпоха Всего Два Десятилетия До 1953 Года А дальше Пошла Деградация Такая Можно Не обращать Внимание Вот Уже Опубликована Вот такая Книга Толстая Об экономике Сталина Он Ввел Такую Двухуровневую Финансовую Систему Одна Финансовая Система Регулирует Наши Обычные Покупки Продажи А другая Финансирует Всю Промышленность Это было Гениальное Изобретение Новое Сталинского В экономике Он был Гениальным Сталинского Но В плане культуры В плане культуры У него конфликт Конфликт Представляете Это потрясающе Конфликт С Блоком Конфликт С Весениным Конфликт С Мандельштамом То есть Со всей Со всей Гениальной Поэтической Мыслью Русского Народа А ведь Поэзия Это высшее Проявление Миросвязывания Русского Народа У него был Конфликт Но с другой стороны Сталин Это не бог Он не может быть Одновременно Гением В экономике Вот я вам сказал Он был гением В экономике А с другой стороны Быть гением Духовным Чтобы поддерживать Поэтическую Ершину Русского Народа Поэтому Ничего страшного В этом нет Надо только Нам Потомкам Сталина И этих Гениальных Поэтов Понимать Вот эти Два полица Сталин Женисенки Он же Уничтожил Много Поэтов Русских И вообще Серебряный Век Русского Народа Такой поведен Поэтический Вообще Что-то Зашкаливающее Он все это Уничтожил А с другой стороны Гениальная Экономика Одна Экономика Тут Это все Так построено Из противоречия Вы сказали О православии То есть Есть например Царское время Там православие Есть нынешнее время Сейчас тоже Православие Вот И как бы Как люди жили Там при царе И как люди Живут сейчас Когда православию Отдается Вот как бы Должное Многое Да А и при этом Вот сталинская эпоха Где православие Было Где-то там На задворках Истории То есть Как вот Вы вот это Оцениваете То есть Вы говорите нам О православии Что надо Как бы возвращаться К этому Во-первых Надо использовать Идеи православия Там много критики Царского православия Много критики Православия Вот сейчас Которые существуют То есть О каком православии Тогда вы говорите А я говорю О православии Которое О каком-то идеальном Нет А вот Вы представьте Иисус Христос Вы представьте Личности выше Чем В истории Человеческой Вот что мы знаем Просто Мы простые люди Все Но вы По духовному Интеллекту Личности Как Иисус Христос Мы не знаем Но у него был конфликт С Синедрёвным У него был конфликт С народом Израилем Но у него была связка С пророками израильскими И вдруг Вся Европа Приняла в христианство И стала сатанистами Ну ты представляете Сжигание на кострах Там Это же сатанизм Можно тогда вопрос По христианству Видите как Развивается Диалектика Это же Сложнейшая вещь Если позволить Вот смотрите Есть арабские народные сказки Есть африканские народные сказки Есть сказки народов севера Есть русские Богатырские сказки Есть традиционные русские сказки Но почему Русский народ Выбирает себе Как основу жизни Знаете как говорят Плясать от печки Почему Мы все время Пряшем от печки Берем за основу Мифы Сказки Еврейского народа Народа Израиля То есть Почему вот Может быть это как бы Связано больше с рекламой Которая была Вот этому проекту Библейскому Вы так ничего не поняли Я вам сразу сказал Мой доказ наступления Посвящен Исследованию Левашова Сказки о Ясном Соколе Это самая главная Духовная структура Русского народа Которая проявилась Только В 2000-х годах То есть Мы 20 лет Двадцать лет назад Первые узнали О сказке О Ясном Соколе Которая преномизировала Левашов Это духовная Сущность Русского народа Вот А с другой стороны Вы тоже правы Мы до этого Мы все сидели На Израильских Мифах Там все Длинная история То есть И вот Представляете Я был Я был потрясен Когда я стал изучать Славянно-арийские веды И там Упоминается Роль Иисуса Христа Там тоже есть его Вот Но Какую Роль И историю Самосознания Русский народ Прошел С Иисусом Христом А с другой стороны Вот Появилось Там осознание Славянно-арийских вед То есть Это такой Синтез Который надо изучать Мы все Сейчас Присутствуем При новом А вы допускаете Мысли Что вот эти Славянно-арийские Веды Могли быть Просто Разработаны В метрах Массада То есть Вот Пример Украины Да Для вот этих Вот Бандеровцев Азовцев Вот Пример Это человек Как называется Фомальный верующий Вот Фома не верующий Он когда Подошел к рифту Он приложил к сердцу Его ладон Говорит Все Я верю Вот Как Фома Так и Так и моя Научная интуиция Я же Славянские 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 Это Славянские Как будто Мегут Славянно-арийские Веды Это Славянно-арийские Веды Когда изучают Они основаны на русских сказках Это остатки Нашего Уберите Это в сторону Веда Веданте Не надо Вот Если Глупоко Погрузится Веданте Я же сразу Сказал 900 тысяч лет Начало Скорее всего Вы имеете в виду Те книги Которые Изданы Были Скажем так По инициативе Александра Хиневича Там Вот Из Омского Омска Хиневича И вошел Значит Ну История Так Вадим Но Источник Откуда Вот Откуда Они взяли Эти материалы Рассказываю Вот Что Мне Известно Значит В Румынии Король Нашел 300 Золотых Пластин На которых Были Славянно-арийские Веды Где Они хранятся Ну Дай Я Даскажу Дай Говори Где Они Хранятся И Вот Король Знаете Это Румынский Король Ну Типичный Дебил Вот Он Думает Ага 300 Золотых Пластин Дай Ка Я Переплавлю Дай Ка Я Переплавлю Зажму Свои Эта Двери Материальные А Оставлю Это Три Пластины Золотых Ой Скопирую Золотые Пластины На Свинец Ну Отрезу Золотые Пластины Оставлю Все И Вот Стали Исследовать Эти Пластины Вот Эти Пластины Только Часть Слояно-арийских Вьет Там Вот А Когда Поехал Хиневич В Америку И оттуда Привез Тексты Поехал Левашов В Америку Тоже Оттуда Привез Тексты Кто Оттуда Это Все Тайно Никто Ничего Не знает Я вам Сказал Все Концы Которые Я знаю Просто Вот На Примере Украины Я Важно Так Что Вы Хотите Сказать Что Это Все Фальсификация Это Подделка Это Все Но Вы Как Ученый Допускаете Мысль Что Вот Эти Веяния Религии Они Могут Быть Искусственно Созданы Вот Видите Вот Это Фоман Неверующий Настоять Пример Украины Я Пример Фоман Неверующий Я Анализирую Русские Сказки Такого Духовного Вершины Вот Я Философ Я Социальный Теоритик Я Очень Все Человеческие Учения Я Изучал Но Высшим Духовного Мира Русских Народных Сказок Я Не Встречал Такая Вершина Такая Красота И Фальсифицировать Русские Народные Сказки Невозможно В принципе Ответ Вам Прополать Можно Как Хочешь Размать Хочешь И Фальсифицировать Все Правильно Расскажите У меня Вопрос К Вам Вы Сказали Что Будущие Идеологи Вот Она Через 5 лет Ну Сколько Я Вижу Свою Вот Историю Сколько Я Прожила Вообще История История То есть Как Вся Идеология Основывается Тем Человеком Который В данный Момент Правит Государство Ну Правильно Ну Так Сколько Осталось Сегодня Путину Я Не Об Это Что Что Мы Закрыли Зачем Меняется Руководство Что Жен Утреневедчик Ну О чем Вы Говорите Я Не Об Это А Что Будет После Отвечаю Так Отвечаю А Что Будет После Отвечаю Вот Я В самом Начале Сказал Что Россия Находится Такой Придет Какой Нибудь Дебил Типа Хрущев Значит Россия Находится Такой Системе Турбулентности Сейчас Даже У меня Морс Кипает Значит Во-первых Уже он Постарел Он Уже Старый В 24 Году Это Наступает Точка Политической Дефуркации Когда Россия Может пойти Назад Вперед Вот И как И многое Зависит Вот вы Сказали От власти От Путина Кого Он вместо Себя Назначит Кого Вместо Себя Назначит Как Будет Эта Борьба И У нас Сейчас Нет Выдающихся Политических Деятельств Потому что Путин Все задает Путин Тоже Не был Выдающимся Политическим Деятельством Никто Вообще Его Не знал Вот Ну Не знает И вот В 24-м В 24-м Году Будет Наступить Точка И мы Увидим Направление В котором Начнет Развиваться Наше Государство Вверх Вниз Государство Весь мир Пойдет По-другому Да Россия Все говорят Что Да Действительно Вопрос Можно Россия Вас Главит Вы Не знакомы С сайтом Нилова Держава Света С кем Нилова Нилова Такая Есть Держава Света Вот Посмотрите В интернете Там Очень много О будущем России Пишется И вот Россия Как Державе Света Вы Понимаете Он На другом Говорит Да Я Сотрудно Я Говорю Не О державе Света Я Говорю Конкретно О концепции Русского Государства Которая Будет После 24 Года Вы Сколько Мы пытаемся Какая Концепция Вот А Обыдно Если Трудящие Семья Попросите Я Дократ Это 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 Сложнейшая Вещь Это Называется Иерархия Иерархия Власти Это Концепция Государства Которую Должны Разрабатывать Профессионалы Ученые А я В России Не встречал Ни одного Кто Занимается Социальной Теорией Я Вам Могу Показать Игровой Показ Жен Там Где Сидит Вот Эта Власть Посмотрите Как Это Было Прописано Очень Очень Давно Я Скажу Что такое Правовая Иерархия Это Научный Термин Правовая Иерархия На вершине Система Ценностей Альтернативная Система Ценностей Далее Идет Он Показывал Вам Иерархию Свою А Система Друзья Все Правовая Иерархия Все Спасибо 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 Спасибо